На медне с Господом беседовал. Это, брат, ты мой, супер! Можно и не обедать, и не спать. Слушает Господь, не перебивает. Так слушает, как никто не может слушать. И это, оказывается, великое благо. Но я увлекся. Рассказывать обо всем вовсе не намеревался. Хотел кратенько, спасибо, и дальше не оставь. И как это обычно бывает. А тут такое происходит. Ужас. Земля горит. Люди гибнут. Власть врет. И огонь ненависти захватывает всех. Спешить некуда. Он слушает, улыбается, вроде как поощряет. Давай, брат, рассказывай. А мы вдвоем. Никого нет. Никто ничего не записывает, не подслушивает. И распахнулась душа. Бездна открыла свои секреты. Иногда впадал в ужас от своего исповедания. Говорил слова. Возникали подробности, детали дел. И даже мотивы всплывали. Подлинненькие дела и подлинненькие мотивы. Случалось раньше говаривать о мерзости бытия, всяких грязных делах. Но это все они. А я лишь страдалец в этой мерзкой суете. Я почти святой. Я так старался поближе к Господу придвинуться. Он не устранялся. А я и рад. А нынче что-то возникло. Искренность пришла. Честность. Самое страшное, оказывается, это честность. Даже в детстве я уже грешник страшный был. А уж в юности, в зрелости слов нет. Рассказывал Господу. Голос стихал. Бормотание мое переходило в шепот. Глаза смыкались. Открыть их было выше моих сил. Стыдобище. С такой грязью, как ты к Господу святому смеешь приближаться? Какой-то гнусный голос в одежде гордой совести упрекал меня и понуждал замолкнуть. И немного ему не удалось меня закрыть. Но Господь коснулся меня, улыбнулся. Продолжай, чада. Рассказывай. Это было что-то. Даже в годы седины, в святом служении, в окружении благочестивых людей, в церковной общине, я, оказывается, лукавил и фарисействовал. И гордился, и ненавидел, и злословил. Ужас. Так стало мерзко и страшно. Подлец я. Прошептал так, как Господа. Скукожился весь. Превратился в комок грязи. И ожидал. Сейчас Господь пнет меня. Отправит по назначению. А он взял меня на руки. Прижал к груди. Я люблю тебя, шепнул в ухо. Молодец, что ты все мне рассказал. Ничего не утаил. Значит, правду веришь. А коли веришь, то прощаются тебе все грехи твои. Тут и возникла благодать. Мир и любовь. Свобода. И третье небо возникло. И мысль пришла. Хорошо, что эпидемия пришла. Такую возможность сотворил этот карантин. Все стихло. Ничто не отвлекает. Никто не раздражает. Я и он поговорили. Славно поговорили. Никогда прежде так не говорили. Спасибо тебе, Иисус. Ты истинный спаситель. Ты настоящий врач. Желаю вам, друзья мои благословенные, души свои бесценные подвергать освящению. И придет радость. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Субтитры сделал DimaTorzok